Детские штанишки крючком. Как связать такие штанишки, мне уже просили многие. Тем более, внуку на лето пригодятся. И вот я сейчас покажу вам, как я их вязала. Я начала вязать из пряжи Нарцисс. Ещё сразу подумала, что будут жестковато. Поэтому я потом сменила хлопок на более мягкий. А начало вязания показываю вам на этом. Это мерсеризированный хлопок. Для таких младенцев всё-таки не очень подходит. Лучше взять отдельно тоненькие ниточки. И вот начинаю вязать. Формирую первую петельку. И вяжу воздушные петельки. Крючком удобно вязать, потому что можно набрать длинную цепочку из воздушных петелек. Больше длинной, чем надо. А потом не нужно просто отрезать. Я примеряю по готовому комбинезончику. Очень удобный способ. Вот сложила ниточку вдвое. Вернее цепочку эту. И сейчас соединю начало и конец цепочки. Втыкаю крючок в первую петельку цепочки. И соединяю. Она у меня немножко расслабилась, поэтому я в соседнюю. Рабочую ниточку протягиваю через первую и последнюю петельки цепочки. Вытягиваю длинную нить в такой столбик вместо трех воздушных петелек. И начинаю вязать столбики с накидом. Просто вяжу столбики с накидом. Первый ряд провяжу так. Дальше я хочу привязать спинку, чтобы она была повыше. Чтобы штанишки не задирались. Этот способ особенно удобен, если просто отдельные штанишки, вот без верхней части. Я не знаю, может быть для моей модельки не обязательно это было вывязывать. Но я повторяю, что если будете вязать просто отдельные штанишки, то на спинке лучше вывязать вот такое возвышение, как росток. Чтобы они не задирались. И вот последний столбик. И соединяю опять соединительным столбиком. Начало и конец ряда. Я разделила вязание на две равных части и отметила булавками. И сейчас я поверну вязание. Я буду вязать поворотными рядами. 15 петель я провяжу такими глухими петельками. Соединительными еще называют. Чтобы выйти мне на ту часть, которую я буду вязать возвышенной на спинке. И вот начинаю вязать сначала. Так, я провязала 10 петель соединительными. 5, вернее столбиков я провяжу полустолбиками. Они пониже, чем столбики с накидом. И вот сейчас я начинаю вязать столбиками с накидом. То есть, я объясню на словах. Я должна отступить по 15 петель с каждой стороны спинки. По 15 столбиков. И эти столбики буду добавлять частичным вязанием. То есть, сначала я вот провязываю серединку спинки. Вот. Сейчас я должна отсчитать. 10 плюс 5 столбиков. На 5 столбиках я буду вязать полустолбики. Они пониже, чем столбики с накидом. Делаю накид и провязываю сзади в прием. 5 таких полустолбиков. Вот. У меня получился такой ряд. Не полный, не по кругу. Сейчас я вяжу столбики без накида. 5 столбиков. Эти я не буду довязывать. Просто поворачиваю вязание. И снова вяжу 5 полустолбиков. И дальше буду вязать столбики с накидом. Снова до тех пор, пока мне не нужно будет вывязывать полустолбики. Вот я довязала до скоса. Эти столбики я провяжу полустолбиками. И следующие столбики без накида. 5 полустолбиков. И 5 столбиков без накида. В конце я провяжу глухую петлю для поворота. Воздушную петельку. И начинаю вязать полустолбики. Слежу 5 полустолбиков. И дальше столбики с накидом. И 5 столбиков перед булавкой свяжу полустолбиками. Таким образом у нас спинка будет приподнятой. На комбинезоне это не так важно. А вот отдельные штанишки. Это будет удобнее в носке. На спинке задираться не будут. Вот видите, одна часть у меня больше. И вот я завершаю частичное вязание на спинке. Здесь последние столбики перед булавкой нужно было провязать полустолбиками. 5 полустолбиков. Но я почему-то провязала их столбиками с накидом. Ну, я думаю, это не очень заметно будет. Дальше я буду вязать по кругу столбиками с накидом. Вот сейчас я довязала до булавки и продолжаю вязать за булавкой. Раньше я поворачивала, а сейчас повороты делать буду только в одном месте. Вот у меня вырезана спинка и дальше вяжу по кругу. Довязала вот до соединения. Я буду вязать полные ряды. Вязать буду столбиками с накидом. Последний столбик. И соединяю его с началом ряда. Вытягиваю петельку вместо трех воздушных петель. Мне такой способ больше понравился. И вяжу столбики с накидом. Буду вязать по кругу сейчас. Полный круговой ряд. Итак, столько рядов, сколько нужно до того места, где будет разделение на две штанины. Вот я хочу показать, что задняя часть повыше получается. И вот я связала на нужную высоту. Примеряю еще раз на готовом изделии. Ширина у меня более-менее. Если вам нужен размер побольше, можно пошире готового. Прикинуть там сколько-то. И вот я измеряю. У меня получилось 16 сантиметров. У вас может быть другой размер, какой вам нужен. И сейчас вот я отметила. Скрепками разделила эти части пополам. То есть буду делить на штанины. Одинаковое количество у меня должно быть с одной и с другой стороны. На этом отрезке вот здесь и здесь тоже так же. Я. И вот у меня будут две штанины. Сейчас вот я довязала до булавки на одной части. Там у меня получается одна спинка бука перед. И вот столбик над скрепочкой. И я сейчас провяжу 8 воздушных петель. Не просто соединю, а при помощи воздушных петелек. Так. И соединю со столбиком, который отмечен булавкой, на противоположной стороне. Просто соедините им столбик. Поворачиваю вязание, чтобы у меня рисунок поворотных рядов сохранялся. И буду вязать столбиками с накидом по кругу вот по одной штанине. Вторую пока не буду вязать, конечно, но буду вязать одну часть. Так. Вытяну нитку. Вместо 3 воздушных петелек я просто вытягиваю нитку. Она больше похожа на столбик. И вяжу по кругу столбики с накидом. И вот довязала первый круговой ряд на штанине и, как обычно, соединяю начало и конец ряда. Снова вытягиваю петельку, поворачиваю и буду вязать следующий круговой ряд. Я вам хочу показать подробно, потому что вот между штанинами я буду выполнять убавления, чтобы такой скос был. Сначала просто вяжу столбики без накида. и вот сейчас вот на этой перемычке, в начале перемычки и в конце я буду два столбика провязывать вместе. Вот этот столбик не довязала. И следующий столбик провяжу вместе с этим за один прием. Дальше идут столбики с накидом на цепочке соединяющей штанины. И в конце этой цепочки я тоже два столбика провяжу за один прием. Вот там видно убавление. И здесь будет убавление. Столбик до конца не довязываю. вяжу следующий столбик и провязываю его с предыдущим месте. И дальше столбики с накидом до конца ряда. Снова довязываю этот круговой ряд до конца и соединю начало и конец ряда. Вытягиваю петельку, поворачиваю вязание. Вот один ряд тоже соединительный. И дальше буду вязать круговыми рядами. На перемычке между штанишками сделаю еще пару убавок. Так, вот я снова дошла до перемычки. И снова вот этот сдвоенный столбик я провязываю со следующим за один прием. Дальше три столбика обычных. И следующие два столбика провяжу за один прием. Довязываю столбик и следующий провяжу вместе с этим. Дальше столбики с накидом по кругу до конца ряда. После того, как я выполнила два ряда с убавками, я вяжу и на перемычке тоже просто столбиками с накидом. То есть вяжу полные круговые ряды обычными столбиками с накидом. И вот я уже связала на достаточную длину. Сейчас буду вязать резинку рельефными столбиками. Вытягиваю первую петельку, а следующую вяжу рельефным столбиком. Вот крючок я подвела под столбик предыдущего ряда и выполнила столбик с накидом. Сейчас крючок наоборот перед столбиком и довязываю столбиком. Накид, крючок под столбик и довязываю столбик с накидом. И снова чередую крючок перед столбиком, подхватываю, довязываю и дальше продолжаю. Снова под столбиком с накидом предыдущего ряда и перед столбиком. И вот это чередование выпуклых и вовнутых столбиков дает нам резинку или имитацию резинки. И вот довязываю последний столбик выпуклый и соединяю. Вот этот вытянутый столбик заменяет у нас вогнутый рельефный столбик. Вот такой, когда перед столбиком крючок вводится. И так вот это я вяжу второй ряд. И так несколько рядов на такую длину, которая вам нужна. Чем удобно, так это можно, если ребенок подрастет, можно надвязать эти штанишки, продолжить просто вот эту резинку. Резинка связана. Одна штанина готова. Вторую свяжу точно так же. Сейчас я покажу немножечко, как выполнять убавки. Вот здесь вот тоже будут убавки. Там, где была цепочка воздушных петель. Я нить присоединяю к середине вот этой цепочки. И буду вязать столбики с накидом. Так, я вяжу столбики с накидом. И вот на штыке между этой серединой, где была цепочка воздушных петель, и основным полотном я снова, вот сейчас вот видно, два столбика провяжу вместе за один прием. И дальше буду вязать столбики с накидом по кругу. И тоже до начала вот этого стыка. Ну, как на то, что они не убавляли, так и на этой точно так же. И в конце нужно посчитать количество столбиков на одной штанине и на другой, чтобы они у нас были одинаковыми. А то иначе просто будут разной ширины. Вот здесь вот я выполнила башки. Столбик не довязала. И второй столбик провязываю вместе с этим. Дальше столбики с накидом до начала ряда. И соединяю начало и конец ряда. Вытягиваю первую петлю в столбик. Поворачиваю вязание. И буду вязать следующий ряд. Этот столбик провяжу как обычно. И два столбика провяжу за один прием. В конце этого ряда еще раз выполню убавку. И буду вязать точно так же, как первую штанину. Сначала поворотные ряды столбиками с накидом. А затем завершу несколько рядов резинкой. И вот штанишки готовы. Вернее нижняя часть. Можно было бы сейчас просто здесь тоже связать, например, резинкой несколько рядов. Выдернуть между столбиками резинку и завершить вязание штанишек. Но я решила сделать штанишки более закрытыми. Чтобы спинка не оголялась. И вот прикрепляю ниточку к верхней части штанишек. И буду вязать ряд столбиков с накидом. Первый ряд я просто провяжу. Это у меня была наборная цепочка. И вот здесь некрасиво получается. Поэтому я стала втыкать крючок прямо вот в столбик. Вот. Снова некрасиво. Чтобы было более плотное вязание. Не было дырочек. Провяжу так первый ряд. Сейчас я буду вывязывать грудку. И для этого после первого столбика следующие два столбика провяжу вместе. За один прием. Дальше вяжу столбики с накидом. Да, я буду вязать на половине столбиков поворотными рядами. И вот в конце и в начале ряда делать такие убавки. Чтобы был скос. Вот я довязала до второй булавки. Которые, которые разделяют вязание пополам. И провязываю за один прием. Последний столбик я провязываю как обычно. поворачиваю вязание. Поворачиваю вязание. Вытягиваю петельку первую. И второй и третий столбики. Снова вяжу за один прием. Таким образом я сокращаю количество петелек. В столбиках вернее. И получается такой вот наклон. Такая трапеция. Грудка в виде трапеции. На спинке я потом сделаю. Вывяжу точно такую же трапецию. Вот в конце ряда. Две вместе. Два столбика вместе. И последний столбик. Привяжу как обычно. Снова поворачиваю вязание. Вытягиваю первую петельку. И следующие два столбика провяжу за один прием. И так вот я вязала обе части по отдельности. Здесь главное чтобы совпадали по ширине и по высоте. Они одинаковые. Но по высоте чтобы. Самое главное чтобы по ширине совпадали. И по высоте на спинке у меня получилось на один ряд повыше. Вот эта вот трапеция. И сейчас я начинаю вывязывать лямки. Я вяжу их со стороны спинки. Завязываются будут. Не завязываются. А на пуговице. Будут застегиваться и впереди. Потому что мало ли на спинке может спать. Ребенок будет. Чтобы пуговица не врезалась. И вот я вяжу. Так. Два. Три. Вы толщину определяйте сами. На моей можно не ориентироваться. Шесть. Восемь столбиков. Чтобы для корловины. Которая будет образовываться. Между лямками. Было достаточно места. Свободного пространства. Так лямочка может быть достаточно широкой. У меня по моему на восемь столбиков. Я вяжу просто столбики с накидом. Поворачиваю вязание. Поворотными рядами конечно. И вязала я так. Ну на длину примерно определилась на какую. И сделала четыре отверстия для пуговиц. Сделала я их побольше. Потому что. Ребенок будет подрастать. И чтобы можно было. За счет этих отверстий увеличивать размер. Застегнуть или. На одном. В одном месте или в другом. Дети в этом возрасте быстро растут. И так вот вяжу просто поворотными рядами. Я решила что такой длины достаточно. И сейчас буду вывязывать отверстия для пуговиц. Три столбика с накидом. Вместе с первым начальными. Дальше две воздушные петельки. Два столбика пропускаю. И три столбика с накидом. Вытягиваю первую петельку. И дальше вяжу столбики с накидом. Два ряда столбиков с накидом. И потом снова отверстия для такой петельки. Таких отверстий я вывязываю по четыре на каждой ленке. И вот такие получаются лямочки. Сейчас я прикину как она будет. На разное расстояние можно достегивать. Можно пуговицу двигать. Пониже, повыше. И вот сейчас я хочу обвязать голубой ниткой. Пряжу тоже хлопок. Шесть сложений. Прикрепляю вот к паденьке нитку. Буду увязать просто столбиками без накида. Первый ряд я обвяжу столбиками без накида. А потом мрачьим шагом. Обвязать можно было и таким же цветом. Цветом икрю, как я вязала. Но мне захотелось немножечко, чтобы было, ну как украсить. Так вот просто обвязываю верхнюю часть. И в уголках я буду провязывать по три столбика, чтобы было красивое закругление. Так, и вот этот столбик я провяжу три раза на одном и том же столбике. Три столбика без накида в один столбик предыдущего ряда. И дальше вяжу просто столбики без накида. Я обвязала всю верхнюю часть рядом с столбиком без накида. И буду выполнять рачий шаг. Втыкаю крючок перед, то есть справа от работы. Подхватываю сзади ниточку, провязываю через две петельки снова. Втыкаю крючок вправо в петельку, столбик. Подхватываю ниточку, провязываю через две петельки и снова втыкаю крючок справа от работы. Еще я решила связать солнышко в виде аппликации. Из желтых ниток формирую первую петельку и вяжу еще 4 воздушные петельки. Замыкаю в круг. Я буду просто свяжу желтенький кружок. Вытягиваю первую петельку и буду вязать столбики с накидом. 18 столбиков с накидом в образовавшееся колечко. Продолжение следует... Продолжение следует... Солнышко у меня из детского акрила и вот я соединяю первый и последний столбик и такой вот кружочек. Буду вязать дальше. Вытягиваю первый столбик и сейчас в каждый столбик предыдущего ряда я провяжу два столбика с накидом. Продолжение следует... В конце соединяю снова первые и последние столбики и начинаю вязать. Первый столбик провязываю просто один столбик, в следующие два столбика с накидом. И так чередую одиночный столбик с накидом и в следующий столбик два столбика с накидом. Таким образом получается ровное расширение. Снова соединяю первый и последний столбик с притяжкой. Вытягиваю первую петельку. Столбик провязываю с накидом на столбике с накидом предыдущего ряда. И в следующий столбик провяжу два столбика с накидом. И так продолжаю. На двух столбиках предыдущего ряда провязываю по одному столбику с накидом. И на третьем вяжу два столбика с накидом. Снова до конца ряда и соединяю вязание. И сейчас я буду вязать вот эти лучики у солнышка. Я вяжу 6 воздушных петель. И в первую петельку, начиная с первой петельки, вяжу соединительные столбики. Просто втыкаю крючок в петельку и вытягиваю рабочую нить. Таких у меня петель получается столбиков пять. Прикрепляюсь к следующему столбику на этом кружочке. И снова 6 воздушных петелек. И снова начинаю вязать соединительными столбиками. Пять соединительных столбиков. Таким образом получаются одинаковые столбики. Можно было пропускать по одному столбику на окружности. Сейчас не вязать, а провязать в следующем. То есть провязать один столбик, а в следующем вязать в этот лучик. Но я решила сделать лучики погуще. Я вязала в каждом столбике предыдущего ряда. И вот аппликация готова. Осталось ее пришить. Я оставила большой хвостик у нитки. Воткнула в толстую иголку. И просто так вот аккуратно по краю буду пришивать. Можно было еще вниз сделать какие-то аппликации мелкие. Но я решила, что это достаточно. Штанишки готовы. Я надеюсь моему внуку и его маме понравится.